Саранский аэропорт во время игр чемпионата примет на себя основную транспортную нагрузку. Именно поэтому воздушный порт подвергся такой масштабной реконструкции. Министр транспорта России Максим Соколов авиакомплекс начинает оценивать с международного терминала. Корпус не такой нарядный, как терминал для внутренних рейсов, потому что изначально задумывался как временный. Но сейчас стало понятно, при новейшем навигационном оборудовании Саранский аэропорт в состоянии принимать международные рейсы на постоянной основе. Я надеюсь, что международные направления тоже будут отсюда летать и прилетать. Чуть позже Максим Соколов подтвердил журналистам это решение. Мы сегодня обсуждали этот вопрос с Владимиром Дмитриевичем, с руководством республики. И я считаю, что после работы межведомственной комиссии, которая начнет здесь работать буквально на следующей неделе, будут совместно выработаны решения. И эти решения будут обеспечены источниками финансирования, которые все-таки позволят Саранску сохранить международный терминал для дальнейшего развития как аэропорта, так и, как я уже говорил, туристической привлекательности всего региона. Внутри международной части аэропорта уже все готово. Оборудование для обеспечения досмотра пассажиров и багажа, стойки регистрации, стойки паспортного контроля, а также оборудование пункта пропуска через государственную границу. И аэропорт, и дороги, и вокзалы – это станет все наследием для жителей республики, для гостей, туристов, прибывающих в Мордовию. И можно с уверенностью сказать, что сегодня транспортная инфраструктура полностью готова к чемпионату мира. И качество этой инфраструктуры заслуживает самых высоких оценок. Из международного терминала к основному Максим Соколов и Владимир Волков отправляются на автобусе. По пути говорят о возможностях аэропорта, которые предстоит еще расширять. Министр транспорта предупреждает, скоро в Саранск приедут коллеги из Красноярска. Город стал организатором универсиады и сейчас готовит свой аэропорт к реконструкции. Владимир Волков дает поручение министру показать и рассказать все в подробностях. В основном терминале министр и глава региона готовятся разрезать символическую красную ленту. На церемонии присутствует и первый глава республики, а сегодня специальный представитель президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов Николай Меркушкин. Самую ответственную миссию доверили малышам. В Рузаевке министр транспорта и глава Мордовии осматривают обновленный железнодорожный комплекс. Здесь усилили меры безопасности. Теперь попасть на привокзальную территорию можно только через рамки. А багаж ждут обязательные сканеры. ЛИФ доставляет пассажиров на мост через пути. И мало кто из пассажиров готов теперь идти по лестнице. Помните историю. Здесь вот мы с вами стояли. На старом мосту смотрели, в каком состоянии все. Пришлось лично даже помогать пассажирам, которые тащили чемодан. Мы лично помогали пассажирке, тащили чемодан. А и сразу дали команду. Это четыре года назад было. Чтобы здесь был нормальный, удобный для пассажиров переход. И вот он есть. Хочу поблагодарить наших железнодорожников, российские железные дороги, как компанию, дирекцию. Сам вокзал тоже обновился. Железнодорожники увеличили количество камер хранения. Теперь ячейк больше тысячи. Увеличили и залы ожидания. Появились новые информационные табло навигации. И возможность купить билеты по паспорту болельщика. В РЖД уверены, что инфраструктура выдержит испытания чемпионата мира по футболу. Юлия Парунова, Павел Талабаев. Наши новости.